За время правления президента Майи Санду и партии Действия и Солидарность, государственный долг Молдовы удвоился и продолжает накапливаться из-за проводимой ими политики. Об этом было заявлено на брифинге депутатов парламентской группы «Победа» Марины Таубер и Василия Боля. За последние пять лет государственный долг Молдовы увеличился вдвое. Сейчас он превышает 105 миллиардов леев. Кто будет за это платить? Ответ очевиден. Наши дети и внуки. И бизнес-среда, где ситуация и так сложная. К концу года на каждого из нас придётся 55 тысяч леев государственного долга. Это плоды управленческого гения Майи Санду, которая практически похоронила молдавскую экономику. Но её не волнуют эти проблемы. Для неё важнее наводнить свою страну военной техникой и работать над повесткой евроинтеграции. Что означает увеличение долгового времени? Это означает повышение налогов, повышение сборов. Каждый гражданин почувствует это бремя через свой кошелёк. Таубер считает, что власти не создали чёткие условия для инвестиций, из-за чего в нашу страну не поступает зарубежный капитал. А иностранные предприятия уже начали сворачивать свой бизнес. По словам депутата, за последние годы прямые иностранные инвестиции сократились на более чем 180 миллионов долларов. Депутат парламентской группы «Победа» отметила, что инвестиции в развитие социальной инфраструктуры также уменьшились. А рост внешнего долга, по её словам, может привести к приостановке социальных проектов. Таубер обратила внимание и на рост бюджетного дефицита, который уже превысил 5,5% от ВВП. Она считает, что последствиями постоянных займов правительства могут стать чрезмерная задолженность государства, которая приведёт к неплатежеспособности и финансовому коллапсу, потере госпредприятий и земли. В качестве одного из ярких примеров была приведена продажа американцам за бесценок земельного участка в центре Кишинёва, на котором находился бывший республиканский стадион. Марина Таубер сообщила, что «Блок Победа» подготовил ряд вопросов для премьер-министра Дарина Ричана о мерах по обеспечению устойчивости экономики и избавления страны от кредитной зависимости. «Какие предусмотрены ежегодные расходы на обслуживание государственного долга? Сколько было потрачено на оборону и закупку военной техники за последние три года? Какова сумма кредитов? Каковы будут экономические и финансовые последствия увеличения внешнего долга для рядовых граждан?» Депутат парламентской группы «Победа», выдвинутый блоком для участия в президентских выборах, Василий Боле заявил, что Молдова должна избавиться от кредитной зависимости и предложил сконцентрироваться на экономическом развитии, которое обеспечит в том числе возвращение на традиционные рынки сбыта в страны СНГ. «То, что Майя Санду сделала вместе со своим правительством, превратила нашу страну в вассала. В вассала интересов тех, кто под предлогом оказания помощи вверг нас в долги, давая кредиты, делая из нас, если хотите, финансовых рабов в этом глобальном мире. Будущее правительство должно серьёзно заняться экономическим развитием. Мы должны больше зарабатывать, уважаемые коллеги. Часть денег в первую очередь надо направить на погашение долгов, которые накопила эта власть. А другая часть собранных и заработанных денег должна быть направлена на развитие экономики, на увеличение налогооблагаемой базы за счёт предприятий, экономических агентов, частных лиц, которые будут платить больше налогов. Это станет возможным, если мы будем развивать свои экономические возможности. И, что немаловажно, вернёмся на наши традиционные рынки, где наша отечественная продукция пользуется большим спросом». В завершение брифинга депутаты парламентского блока «Победа» призвали власти к открытому диалогу и отчёту перед людьми о том, что было сделано за годы их правления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!